Мне на днях прислали вопрос. Вот как он звучит. Антонио, мне 42 года и я люблю кожаные куртки. Но какой стиль подходит мне в моем возрасте? Я точно не хочу покупать что-то, что вышло из моды, и я не хочу покупать что-то, что не подходит к моему возрасту. Можешь ли ты мне помочь? С уважением, Пол. Что ж, Пол, у меня для тебя хорошие новости. Любой мужчина от 18 до 80 может носить кожаную куртку, если он возьмет себе подходящую. Господа, я разделю сегодняшнее видео на две части. Первая, я дам вам три общих правила, на что стоит обратить внимание. Далее я расскажу о различных стилях, о типах мужчин, возраста и комплекции тела, которые будут сочетаться с этими стилями. Но первым делом, что надо делать каждый раз, когда вы покупаете себе куртку, она должна быть вам по размеру, потому что кожаные куртки очень трудно исправить. Если она не сидит в плечах или рукава, но пару сантиметров длиннее или короче, или длина куртки неправильная, то исправлять такие нюансы в 99% случаев никто не будет. Поэтому вы можете купить себе куртку, которая просто будет лежать у вас в шкафу. Поэтому, когда покупаете куртку, примеряйте ее. Или если покупаете онлайн, то у них должна быть хорошая программа возврата. Потому что, когда вы смотрите в зеркало, куртка должна выглядеть круто. Второе, на что надо обратить внимание, и это надо понимать, разные стили курток будут сочетаться с различными фигурами. И поэтому многие считают, что кожаная куртка – это атрибут для молодых парней. Почему? Потому что, когда тебе 22 года, то это, пожалуй, время, когда ты находишься в лучшей своей форме. Когда тебе 52 года, то, да, наверное, у тебя на боках могли появиться складки, и большая часть кожаных курток просто не будут на вас смотреться из-за вашей комплекции. Если взглянуть на байкерские куртки-бомберы или другие короткие кожанки, то можно заметить, что они сделаны для мужчин с хорошей фигурой. И если у вас есть лишний вес на талии, то, пожалуй, это не ваш стиль, и, пожалуй, лучше взглянуть на другие варианты, которые существуют. Третье правило, чтобы найти себе идеальную кожаную куртку, надо понимать, что все кожные куртки по умолчанию кэжуал. Да, будут некоторые стили кожаных курток, может что-то типа пальто, которые будут ощущаться более формальными. Но сам по себе материал – кожа. Особенно если это грубая кожа или светлого цвета, то это всегда будет кэжуал материал в сравнении с шерстью или кашемиром, так что она не попадает в группу парадной одежды. Как насчет различных типов кожи? Сегодня сфокусируюсь на телячьей и коровьей коже. Они самые популярные. Но есть еще кожа бизона, козы, овцы, кожа кенгуру, лася, оленья. Существует много различных видов кожи. Также поговорим о типе кожи. Какой срез используется? Топ-грейн кожа или фулл-грейн? Берутся из верхних слоев кожи и считаются наиболее прочным типом. И в зависимости, откуда ее срезали, она может быть без каких-либо изъянов. На ней может быть несколько порезов или царапин. Суть в том, что из такого типа кожи сделаны большинство кожаных курток. А что насчет замши? Замша – это глубокий слой кожи. У него нет верхнего защитного слоя, поэтому он будет промокать под водой и он будет менее прочным. Но зато он обладает другими характеристиками, которые делают его привлекательным. Так как он не такой плотный, он будет более мягким. Также он обладает текстурой. Лично я всегда был расстроен выбором замшевых курток. Я думаю, что они должны обладать простым стилем и интересными цветами, чтобы она подходила под все в моем гардеробе. Будь это джинсы или темные фланелевые брюки, мне нужно, чтобы я мог надеть ее при параде или наоборот в повседневной ситуации. Первая кожаная куртка, о которой я хочу поговорить – это прямо икона кожаных курток. Это косуха. Этот стиль появился примерно 70 лет назад. Ее придумал Ирвин Шотт и она стала популярной после фильма «Дикарь с Марлоном Брандо». После того, как он надел эту куртку, все захотели себе такую. Это функциональная куртка. Я думаю, что если вам 18 или 80, вы можете ее надеть. Вы катаетесь на мотоцикле или раньше ездили, вам нравится, как она выглядит, тогда вы можете надеть такую куртку. Но в целом она хорошо выглядит на мужчинах с хорошей фигурой. Если что, это casual куртка. У нее асимметричные застежки, диагональные зипперы, большие воротники. Все в ней говорит, что это функциональная вещь. Она не простая, не парадная вещь. Это настоящая классика и мне очень нравятся такие куртки. Так что вы легко можете надеть такую, если у вас хорошая форма и вы понимаете, что за ней стоит. Эта куртка реально для тех, кто катается на мотоцикле. Далее идет моя любимая кожаная куртка, байкерская куртка или еще известная как кафе. Рейсерская куртка. Когда ты на нее смотришь, то видишь симметрию. Она очень простая и изящная по дизайну. Все дело в защите и функциональности. Молния застегивается прямо до воротника. И если это действительно байкерская куртка, то у нее будет лацкан, который будет защищать вас от встречного ветра. Суть в том, что такая куртка сделана специально для элегантного европейского гонщика на мотоцикле. Это откуда она происходит. Мне она очень нравится. Классический дизайн. Если это оригинальная куртка, то у нее есть заклепки на воротнике. Если их нет, то эта куртка больше относится к тренду. Если вы решили купить такую куртку в темном цвете, то она будет более нарядной. Если вы же взяли более светлую куртку или контрастные раскраски, можно увидеть, что не бывает ярких расцветок, то это делает ее менее формальной и больше курткой для фана. Все зависит от ваших предпочтений. Я также бы хотел обратить ваше внимание на качество гарнитуры. В данном случае это молнии. И не только тот зиппер, который находится спереди, но также зиппер, который на карманах или на рукавах. Это стандартные застежки для байкеров. Они должны легко ходить вверх и вниз. И плохая застежка может служить показателем, что они использовали и плохую кожу. Далее у нас идет кожаный бомбер, также известная как куртка для летчиков. Эта куртка, как следует из названия, связана с историей с пилотами. Зачем вообще летчикам нужна кожная куртка? Потому что кожа отлично останавливает ветер. И она гибкая, в ней можно крутиться. Она хорошо держит тепло и не перекрывается. Не все это понимают, но когда ты поднимаешься на высоту 6, 5 тысяч или даже 3 тысячи метров, то становится очень холодно. И когда кабины еще не были изолированы, то нужно было искать способы, чтобы сохранять тепло. Еще одной характерной чертой бомбера будут резинки вокруг кистей и вокруг пояса. Это помогает удерживать теплый воздух внутри. Еще одна отличающая черта – это меховой воротник, чтобы согревать пилота. Также на ней могут быть широкие карманы, чтобы пилот мог туда закинуть все, что ему потребуется. В целом это очень кэжуал куртка, но она подходит для любого возраста. Серьезно, я ходил на авиашоу и видел там пилота, в котором 50 и 60 лет. Они носили эти куртки и выглядели круто. Давайте по-быстрому рассмотрим универские куртки. В таких куртках кожу обычно можно увидеть только на рукавах. Кто-то из вас может не считать это кожаной курткой, но я считаю. Этот стиль относится к молодым парням, которые учатся в колледже или в старшей школе. Если вам 24, и вы выпустились пару лет назад из колледжа, то, скорее всего, вы не захотите носить универскую куртку. Так что в целом это куртка для совсем молодых ребят. Следующий стиль, о котором я бы хотел поговорить, это пальто для автомобилиста. Все дело в длине. Куртки идут примерно до пояса, а пальто будут длиннее. Иногда они доходят до середины икры. Но когда вы часто ездите на машине, то вам не подходит длинное пальто, потому что оно будет цепляться и пачкаться. Поэтому куртка для автомобилиста была сделана специальной длины. Она закрывает ягодицы, чтобы согревать ваше тело. При этом она и достаточно короткая, чтобы не цепляться, когда вы будете входить или выходить из машины. Каждый раз, когда я путешествую в Украину, я вижу много таких курток. И мне кажется, они круто выглядят. Эти куртки очень простые в дизайне. На них не встречаешь много аксессуаров или гарнитуры. На ней есть карманы, но они спрятаны так, что их почти не видно. На мой взгляд, эти куртки можно надеть и с чем-то более нарядным, и они отлично подходят для мужчин, которым больше 30. Если вы молодой парень и хотите такую куртку, то вы тоже можете ее надеть. Но на мой взгляд, она больше подходит для взрослых мужчин. В них они выглядят статусно, так что это хорошая куртка для более взрослых мужчин. Думаю, у каждого взрослого мужчины должна быть такая в гардеробе. Следующая куртка, о которой я бы хотел поговорить, это утилитарная куртка. Это простая функциональная куртка с армейским прошлым. Это кэжуал-куртка из-за четырех больших карманов спереди. Можно также встретить куртки с двумя карманами, но на них будут застежки или большие клипсы. История этой куртки уходит в прошлое примерно на 100 лет. Главная особенность – эта куртка может сохранять тепло и защищать владельца. Она может быть с подкладкой или без. У нее есть много разных стилей. В фильме «Вызов» Дэниэль Крейг носит такую куртку и выглядит замечательно. Мне нравится этот стиль, потому что он чуть длиннее. Поэтому, если у вас есть лишний вес в области талии, такая куртка отлично подойдет для вас. Она может скрыть лишние 5, 10, даже 15 килограмм, и вы будете выглядеть хорошо. Так что такие куртки очень хорошие. Но помните, что они находятся в отделе casual. Ты не сможешь надеть такую куртку в формальную обстановку. Господа, я знаю, что у вас есть свое мнение, поэтому мне интересно услышать его в комментариях. Какой ваш любимый стиль кожанки? Пишите в комментариях. Далее в списке – кожаный блейзер. И я уверен, многие из вас скажут «Да ладно, такой пиджак подойдет только для фермеров или ковбоев». Но я думаю, если он на вас по размеру и вам нравится образ, скажем, вы фанат крестного отца или вы росли на ранчо, почему бы не надеть такой пиджак? В целом, выбирайте темный цвет, и на нем должно быть две пуговицы. Если пуговиц больше – 3-4, то лучше воздержаться. Он должен быть классического стиля. Главное, чтобы он хорошо на вас сидел по размеру. Если он велик или мал, то исправить это очень трудно. Многие портные не работают с кожей, но если вы надели такой пиджак, чувствуете себя хорошо и считаете это хорошей покупкой, то почему бы нет? Два следующих стиля, которые можно встретить – это плащ и кожная куртка для фехтования. Оба эти варианта, они очень специфичны, и я бы не рекомендовал их большинству мужчин. Но если вы до сих пор катаетесь на лошади, и вам нужна функциональная вещь, то такой вот плащ может вам подойти. Или если вы часто бьетесь на шпагах. Вам это нравится, и вы нашли такую вот куртку, и хотите добавить ее в свой гардероб? Почему бы и нет?